Сегодня отличная погода Правда, прям так припекает солнышко в этот осенний теплый день Мы выбрали хорошее место с видом на нашу Лисью гору Сегодня будем кататься на позитивном Вольцвагене На старичке уже можно сказать Он старше нас тут всех вместе взятых Есть такой класс парней, тюнеров Не знаю, как их назвать Которые не гонятся за какими-то скоростями Не пытаются улучшить мотор Они просто приводят автомобиль в тот вид, с которого он сошел с завода Но с низкой подвеской Ставят максимально пониже И получается такой раритетный старый автомобильчик Есть пневма, есть колы Разные варианты Наш Гольф на колах Он не в самое низкое положение выкручен Но ездит на нем очень жестко Солнце прям радует Короче, ребята, это Ехайна Это Вольцваген Гольф И покунемся немножко в немецкую историю Посмотрим, покатаемся И уже разберемся, с чем его едят Погнали Старенькая ретро-купешка Она была, понятное дело, свеже облита Обновили цвет Потому что машина долгое время стояла в гараже Пыливость И ничего с ней не происходило Парень поменял ходовку Поставил кайловеры Поменял колеса на Волке 15-е с полочкой Они смотрятся стильно Они тоже были перекрашены в два цвета Все вместе, в принципе, создает такой общий облик автомобиля Делает ее вид Всякие наклеечки, эти вонючки Все для стиля Все на стиль Машина 84-го года И, на мой взгляд, с дизайнерской точки зрения Она выглядит прикольно Большие окошки Треугольники здоровые Тоненькие стойки Не то, что сейчас на тачку стоят Огромная вот такая стойка Которая перекрывает вообще весь вид А здесь все так минимизировано Ну, прям круто выглядит На мой взгляд, такие тачки намного симпатичнее Чем какие-то там новые Даже если сравнивать ее с четвертым гольфом Он, безусловно, красивый Да, в нем есть какая-то своя харизма Но второй гольфец как-то более привлекательный Комплектация у нас Grand Luxe Спросил, что дает Grand Luxe Эта комплектация, что в ней есть Коричневый салон и все В общем-то, как сказал владелец авто Если вы знаете что-то больше Вы можете, в принципе, написать Там, ребята, вот, есть то-то, то-то, то-то еще Мы только рады узнать что-то новое Что из себя представляет, так сказать, задняя часть На самом деле, в принципе, ничего такого прям сверхъестественного Запредельного нету Пластиковый бампер, но он уже новый Ну, пускай китайский, но смотрится он, в принципе, неплохо Поскольку это немец, в обслуживании он дорог И находятся вот какие-то такие выходы Что у нас есть? О, классная штука Б, безопасность Ну или сон Опять же, вонючечки, всякие приколюшки Полочки Сказать, что у Гольфа какой-то большой багажник? Ну, нет, он этим не показателен Там стоит сабик здоровый, который забирает, в принципе, львиную долю багажника Поэтому особо там показывать и рассказывать нечего Круто, что стоит не этот пацанский выхлоп какой-то здоровенный Аккуратненький, он не громкий, не рычащий, не кричащий Посмотрим, что у нас Солнце хлещет Да, я че-че О, спасибо На вот эти Молодец Узбекский райбан Так сказать, заглянем в сердце Короче, что мы имеем? Карбюраторный, четырехгоршковый мотор объемом 1.8 Было много вариаций моторов, на самом деле, у немцев У нас все проще Карбик Поскольку фольсик этот именно Ну, не только вообще, фольксваген Он как-то там какими-то местами схож Если приложить руки с тазиками И ребята этим пользуются Поэтому ветер заколебал Короче, что было сделано? Воткнули десяточный карбюратор Немножко его подрасточили Сам колпачок этот пластиковый с воздушкой от москвича Нива жеклеры Ну и все, собственно, на этом тазовский тюнинг кончился По ходу, когда мы на нем катались Слушай, едет, в принципе, бодро То есть он с четырехступенчатой коробкой И он умудрялся на нем 195 нажаривать Как он это сделал, я не знаю Я бы не рискнул Мне кажется, на таких машинах Надо вот плыть 60-40 И просто наяривать аккуратненько Поскольку автомобиль уже преклонного возраста Ему простительные какие-то мелкие недочеты Что-то понятно, где вот тут пошло коррозия И где-то что-то подустало Но большая часть запчастей, деталей Она, в принципе, оригинальная здесь Единственное, только вот высоковольтный провод Он поменял еще один Все остальные заводские Ксенон, да, еще поставил отдельно Но это как бы уже небольшой налет современности Это нормальное явление Главное, чтобы сейчас микрофон ветром не задул Кстати, второе поколение Гольфа Я же правильно, да, сейчас скажу, что второе поколение Гольфа Было переведено с водяного охлаждения Уже на эти, на тосолы, на всякую вот эту херню Там бачок переделали Ну что, поехали кататься Что стоять базарить Лучше же ездить Пока есть погода Осталось только вытащить эту фигню Так, закрывать его надо аккуратно Хлопать им нельзя Не закрыл Прям надавить Отлично С полпинка почти Ну все, что, поехали кататься И уже, не знаю, посмотрим Как по салону Как там прыгает эта ходовка Бесечная Ну, короче, все увидим Краткий экскурс по внутренней части автомобиля В Фольсике не богатый салон Вообще, он здесь спартанский Все по минимуму Но все функционально и все под рукой Приборная доска Спидометр Там температура Бенз Туча лампочек Которые показывают Что они там Батарейку, поворотники Отсутствие масла Фонары Фары включены, не включены И вместо тахометра здесь часы Что необычно смотрится С непривычки Но это дает свой шарм автомобилю Ну, тут понятно Кнопочка обогрев Туманка Аварийка Тут затычки Можно еще что-то поставить Это печечка Управление климатом Магнитолка Тоже уже поменяли на новую И, в общем-то, все На этом, как бы, все приколюшки салона кончились Он, правда, крайне прост Вот, за счет зеркал боковых В них смотреть вообще неудобно Просто Одно Вот это еще, ладно Куда не шло Оно прямо здесь На расстоянии локтя находится Локтя А вот то зеркало Это просто финишки Мне кажется, у него, правда, чисто Декоративная нагрузка Тачка может, кстати Вот, если тебе где-то надо в городе обогнать Она обгонит Я вот Катался Это не на втором гольфе, получается А на жуке мы катались Но На нем Ты не погоняешь вообще То есть, если тебе надо кого-то обогнать Это либо ставить парус на крышу Либо что Мы его отгоняем по ровному асфальту В принципе, не так сильно трясет, как я переживал Но стоит заехать на какую-то кочку И каждая кочка отдается тебе прыжками Классно, когда у ребят есть такие увлечения Я от него устаю Это повторять, что Занимаются машинами Это намного интереснее, чем бухать Заниматься прочей тренью По шумоизоляции она здесь, как таковая Не особо, скажем так В машине все равно громко Приходится повышать голос Когда особенно ты газуешь И в каком-то активном ритме передвигаешься Но В такой машине это простительно на самом деле Она такая Маленькая, компактная Я прям со всех сторон ее так видно 800 кило всего Ну да, поэтому она так легко и набирает Скорость Через держать и весело на ней перепрыгивать Дай мне, кстати, подушку безопасности Я хочу себя чувствовать безопаснее О, отлично Все, и безопасность прям возросла А вот так вот она еще сильнее возросла И вот так вот вообще круто Да, просто такая Но это у тебя не тачка выходного дня Ты на ней в полный рост постоянно гоняешь У тебя другая машина выходного дня Кстати, кабриолет вот зимой ездит тоже На каприке зимой? Ты отчаянный Несмотря на то, что за все время их производства И было выпущено более, по-моему, 6 с копейками миллионов штук Но ребята, которые гоняют на гольфах Которые их любят Они стараются придать ему индивидуальность И сделать его не таким, как все остальные И это прикольно Что за мальчик сзади катается? Не суть Пускай не было особо много технической части и прочее Мы больше покатались на нем, поприкалывались По технической части можно на самом деле все прочитать Или вы можете написать мне, я вам это напишу благополучно Так, из общего мнения О машине Пускай я не очень люблю немцев И не совсем мне доставляют они Но старые, такие вот ретро-кары Они прям клевые Не знаю, почему у них есть эта харизма Они влюбляют себя И на них круто кататься Короче, ребята, это был Ехай нам И сегодня просто по фану, по приколу покатались на этом втором гольфе Гольфе второго поколения Мы с вами еще увидимся Ставьте пальцы Ты там трешь мнешь Короче, круто И меня сейчас заставляют кататься на этом говне Давай Не знаю зачем, но я с краешку сяду Все нормально, вспомним детство Все, ехай Леха, тормози мне страшно Леха, блядь Леха, блядь Сука Я сейчас заблюю тут все Блядь, меня тошнит, ты заебал Леха, блядь, сука Выпустите меня нахуй отсюда А как я вылазить-то сейчас буду Пацаны, блядь, собирайте этого поливарда нахуй от меня Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok